всем привет и мы с вами возвращаемся к покупке недвижимости и к рубрике что будет если так вот сегодня я поеду в gta вайсити покупать угадайте что правильно рассадник всех ебли ботов всех дотеров кейсеров и так далее ну короче поняли вы шутку или нет естественно я иду покупать мусорку просто полную мусорку поэтому посмотрим что эта модификация даст мне в этом плане я кстати все таки надеюсь что модификации зорга можно еще купить какие-то недвижимости получить за это какие-то плюшки хотя бы но если уж не задание кстати да задание я выполнял тут если что хоть что на военного что на байкера ну так вот и в любом случае как бы купил не все недвижимости точнее показал мне все недвижимости и вот первый из них она зато сити скреп кстати я не помню чтобы в оригинале вайсити здесь была вывеска вот это сити скреп может я не замечал никогда но давайте это все дело осмотрим по крайней мере для начала да для начала осмотрим в принципе она себя ничего такого не представляет в этой модификации свалка абсолютно никак не изменена кроме того что анионовая подсветка у мусоровоза есть это очень странно очень глупо конечно вот так вот кстати вспоминаются подобные комментарии когда какой-то чувак не короче в личку вконтакте писал мол серёг короче на свалке есть секретная локация там в общем самая настоящая тюрьма тебе нужно повернуть туда 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 и чувак у чувака вообще отсутствует здравый смысл потому что это была модификация прайзон и он мне уверял что такой же есть и в оригинале вайсити ну больной человек ничего не скажешь ну в общем все кстати самое интересное то что на этой свалке присутствует один ляп от разработчиков стул на котором сидел сидел лэнс который потом полит кровью будет да ну хотя это какая-то кровь и цензура это же кетчуп правда готовая сити же ну так вот и соответственно это все дело остается самого начала вообще по идее просто пятна крови должны были бы появиться потом 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 ну да ладно кстати помимо покупки свалки в этой серии мы купим скорее всего еще один домик если здесь ничего не окажется то попробуем сходить туда что же и так купить сити скреп вообще назвал это джанк ярд ну ладно и так она стоит семьдесят пять тысяч баксов и тут уже собрались гаитяне покупаем сити скреп куплена так теперь ты можешь сохраняться здесь когда ты не на задании а у нее этот метка на карте от радио эспантаса прикольно кстати вот всегда замечал такую вещь все сейвы в готовой сити они обычно происходят в каких-то комнатушках или в каких-то определенных углах где главный герой может отдохнуть как главный герой может отдохнуть здесь в углу то есть он просто сядет и в углу уснен да по мнению разрабов но что ж окей ладно пускай так кстати до подсветка появилась это хотел сказать что подсветка пропала то по идее где он мог бы спать я не знаю пусть хоть наверху кстати я не знал что то есть нычка с броней оказывается вау этот полет ну и по моему особо ничего не вида не изменилось никаких заданий здесь нету единственное что у нас появилась это обычная метка на карте теперь и собственно все кстати по папа погоди ка а может и а может и поменялось вы видели это да я ж не один это видел только что тут доступен миниган ой мне вы копишет миниган здесь все это время был миниган так стоп а теперь вопрос к самым знающим людям в готовой сити скажите мне пожалуйста а на свалке присутствовал миниган в этой позиции или нет насколько я помню миниган присутствует только на заводе гаитян и где вместе троянский вуду мы его взрываем это сто процентов без взрыва ты его там не возьмешь и насколько я помню это единственная локация в которой доступен миниган вторая такая присутствует в магазине филла кэссиди где можно его тупо закупить и по моему да в остальных местах миниган просто нигде не достанешь но погодите это серьезно сейчас шутка или что то есть то есть там становится доступен миниган отлично круто превосходно можно сначала за 1000 в этой модификации если тут миниган тут по идее потому что вся игра пройдена на сто процентов а дальше надо проходить на 200 это что еще такое я подобрал пакет который меня теперь штырит вот это фил кэссиди ну ну окей 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 ладно модификация то может и пройдено но знаете оставляя желать лучшего как говорится вот тут задание на него также доступны нет нет спасибо я в принципе наездился с меня хватит ну в общем теперь этот тест небольшой был пройден и теперь мы узнали что в модификации зорга можно купить скрепьярд и мы получим миниган который будет находиться в углу а я жду твоего комментария братан жду 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 и буду надеяться что ты напишешь по поводу этого всего дела потому что я просто когда-то делал видеоролик по поводу самых мощных орудий в игре и я там как раз рассказывал что миниган можно получить только в одной позиции соврал ли я это уже интересный вопрос ну да ладно и сейчас мы едем во вторую локацию которую я хотел бы купить в этом видеоролике это я даже не могу характеризовать этот дом потому что по идее это абсолютно рандомный дом и если бы я не знал что тут конкретно можно покупать из зданий в этой модификации я бы это здание просто пропустил бы вот и все поэтому я не знаю как объяснить вы можете объяснить это мне в комментах но я могу сказать так дом напротив строки эвери кэрингтона вот так вот в общем где-то здесь находится еще один маркер здесь где-то находится маркер вот он и мы можем купить вот этот домик именно кстати этот определенный little house 2000 долларов хотя заметьте то что такой домик за 2000 долларов да считай продается а вот есть дом около норд-пойнт-мола около торгового центра который стоит две с половиной тысячи баксов но я вам покажу его потом ну какие давайте купим ура мне за 1000 баксов маленький домик приобретен теперь ты можешь сохраняться здесь когда ты не на задании опять же прямо под верандой отлично просто превосходно под балконом под верандой называть как угодно слушайте окей я понял да это здорово это просто обычный сейф-поинт кстати мне нравится что модификации зорга некоторые дома они абсолютно рандомные и знаете о чем я думаю в этот момент вот если бы эти сейф-пойнт и существовали в оригинальной войсе было бы гораздо лучше но вот представьте ты спидранер ты проходишь прости господи богоюзами игру до богоюзами клещи юзами и знаете у тебя иногда может быть такая попытка что в запасе остается лишняя минута и как бы не прострать это время ты можешь просто зайти за сейвится и потом продолжить но например если ты не стримишь спидран а если ты его записываешь именно видеороликом я имею ввиду это же полезно правда то же самое могу сказать про отель который я покупал в одном из видеороликов этой модификации и про еще пару мест которые я уже покупал но свалка не считается это уже отдаленно вот я про этот дом говорил который две с половиной тысячи стоит то есть вот эти апартаменты стоят две с половиной а там стоит две тысячи ну окей модификация зорга как говорится спорить с ней не будем что же 50 долларов дуд citizen бонус но дуд как бы вы понимаете да дуд ну типа чувак то все дела ладно в общем с информативной скажем так если можно это сказать частью мы сами разобрались в общем мы купили с вами свалку увидели что там теперь доступен мини-ган 10 из 10 волшебно и великолепно для тех кто интересуется что это за мод это модификация вайсити байзорг которую вы сможете скачать в коллекции 14 в одном видеоролик есть на канале называется где скачать чистую gta вайсити плюс моды к ней я там оставил ссылку на модификации 14 в одном так что если вас интересует прыгайте туда и в принципе да у меня для вас назрел небольшой вопрос перед тем как закончится этот видеоролик ребята дело в том что видеоролики по вайсити они конечно не изживают себя понятное дело что у меня есть еще куча идей но в качестве развлекательного контента скажем так вот смотрите у меня есть на канале трэш контент ну я думаю вы понимаете да чем я говорю трэш контент подозревал подразумевает то что я снимаю например какую-нибудь ахинею до в готовой сити но ахинею до полнейшую но при этом я стараюсь сделать это максимально фаново то есть например я не знаю даже как пример привести но типа вот полный вот как и недавно сделал видеоролик по правильному прохождению вайсити да этот видеоролик не несет в себе никакого странного посыла мол типа ты будешь учить людей играть вайсити спустя 16 лет нет я показывал там интересные фишки потому что видео выпустил вот недавно относительно так вот и все заключается в том что хотите ли вы ли вы видите от меня побольше обзоров именно на моды для гта вайсити естественно я буду отбирать лучшие моды например 5 модов на одну серию до отбирать например по 2 минуты на каждый мод уделять ну или сколько получится времени собственно потому что глобальные модификации они уже заканчиваются для войс и соответственно они уже из себя ничего нового не представляют это чаще всего просто в пейнте нарисованные автомобили или просто измененные иконки оружия так как сюжетных дополнений для игры мало эндс версию спредейтера underground в общем видеоролик скоро выйдет я же вам обещал поэтому напишите в коментах будет ли вам интересен обзор именно каких-то конкретных модов может быть реплейс может спайдермен мод есть который позволяет летать вайсити на паутине кто его знает модов существует много и конечно же не забываем про гта артамянбург который я когда нибудь пройду обязательно это что-то типа вася города версии 1.0 потому что вася город это 2.0 артамянбурга насколько я знаю и что-то между 1.5 гта купянск в общем ладно с вами был спектр спасибо что посмотрели этот видеоролик оставайтесь со мной подписывайтесь на канал если вы тут появились первый раз а также не забывайте ставить палец вверх чтобы следующий видеоролик не заставил тебя ждать всем удачи пока 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 аж рот задымился пиздец